Здравствуйте, друзья! Плей-офф континентальной хоккейной лиги. Это самая жаркая пора в хоккейе. Ошибка. Такая редкая ошибка в собственной зоне у игрока Локомотива. Каюм потерял шайбу, но при этом его партнеры не давали долгое время сочинцам развернуться. И все-таки Капустин завершил эту атаку, забросив в ворота своей бывшей команды. Первый реальный шанс у гостей, и вот сразу гол. И, конечно, невероятная рада. Беда не приходит одна. Еще и на вбрасывание. Наказана команда Локомотива. Неправильно повел себя Локомотив, и поэтому пропускает вторую шайбу. Давайте посмотрим, как это было. Во-первых, здорово открылся в зазор между двумя обороняющимися хоккеистами Локомотива. Посмотрите. И Росен сделал изумительную передачу. Вроде бы не сильный бросок у Йоки Паки. Но точно шайба попадает в уголок. Из ХК Рязани с партнером в ВХЛ. Вызван Александр Рахмадзинов. На всякий случай. Ну, а пока сочинцы в первом периоде дают бой фавориту. Но фаворит отыгрывает одну шайбу. И мы смотрим, что могло не понравиться Бару. Парулину могло не понравиться то, что он считал, что шайба уже зафиксирована между щитками. А Денисенко по этим щиткам ударил. И таким образом шайба оказалась в его воротах. Елесина. Елесин получает шайбу, бросает. Попадает в соперника. Жарко сейчас на пятачке перед воротами. Пас прошел. И момент отличный у Егора Аверина. 2-2. Затяжная атака хозяевству приводит к взятию ворот. Ну, может, говорит резкие слова. Он человек, который за словом в кармане не полезет. И критичен к себе. Команде бывает. Локтионов. Хорошая передача на Кронвелла. И тот выводит свою команду вперед. А так все плохо начиналось для Локомотива. Но смотрим повтор. Накладал. Отдает Локтионову. Локтионов на Кронвелла. И защитник попадает эталонно. Казалось бы, все перекрыл. Барурин сел на щитке. А все-таки лазейку, щелочку нашел капитан Локомотива. В движении. Файген на синий. Он сегодня дважды попал в штрафной бокс. И один раз, когда он осуществлял отсидку, соперник забил. На 32-й минуте. Росен. Передача на пятачок. Добивание. И счет сравнялся. И кто бы вы думали, счет сравнял. Капустин. Файген не стал бросать. Делал передачу на Росена. А тот отдает шайбу на пятачок. И со второго раза Кирилл Капустин отправляет ее в ворота. Росен. Какой же молодец. Я его сегодня уже нахвалил за его продуктивность. Регулярки. Но он и плыл. Подолжает действовать в той же энергичной манере. Минута большинства у хозяев. Козун открыт для предложений. Ему и пас. Ему и флаг в руки. Ему и инициатива. Бросок. И шайба не залетает в ворота. Оптический обман. Арбитр. Замил выгодную позицию. И он сразу же сигнализировал. Взятие в ворот нет. Накладок потерял. Он равновесие, поэтому не бросил. Сейчас с равновесием все в порядке. Но шайба достается сопернику. И в меньшинстве выход один на один. Ой-ля-ля. Вернейший момент был в меньшинстве у Бочарова. Но он свой шанс не использовал. Даже на секунду выключился. Настолько был разочарован над тем, что не смог эффектно завершить забег чужим воротам. И получился заброс в чужую зону с неудобной. Аутубармакян. Красивая обводка. Возвратный пас не состоялся. Бросок Коваленко. Отбивает Барулин. Добивание. И гол. Георгий Иванов. Приносит победу Локомотиву. В данном случае Барулин даже спорить не стал. В первом периоде он спорил. Из-за гола Стефана Кронвелла. Сейчас никаких возражений орбитров. И в итоге 20-летний Георгий Иванов приносит победу своей команде. Продолжение следует.